Это, прежде всего, это нехватка собственной энергии и энергетической подпитки со стороны от мамы. Это самозащита ребёнка. Да, он пытается компенсировать вот эту нехватку и подсасывает как соску, возбуждая вот этот центр. Но это, прежде всего, энергетическая нехватка. То есть ребёнок ослаблен. Больные дети так начинают сосать, невротики, даже в будущие, пусть у них пока нет неврозов, но им что-то не хватает. Когда мама пошла на раннюю работу, когда ребёнка рано отдали няньке в садик, такие дети, или он часто болеет и в больнице, они сосут палец. Когда идут фотографии ребёнка в утробе матери, он там сосёт палец, ой, какой кайф. Да вообще-то это почему-то всё. То есть он может сосать палец, но иногда не от хорошей жизни. Что ему сосать палец? Есть фотографии, но я не знаю, может, вам не приходилось, я его туда и пикерню засовываю, всё. Я думаю, бедненький, как ему тяжко, если ему одного пальца уже не хватает. То есть это болезненные проявления. Они могут быть неосознанными, когда ребёнок в утробе, но если у него всё хорошо, он будет двигать, общаться, он может ручками даже, фонарики хотите вам построить. С ними можно интересно общаться, если их мы могли видеть. Вот ясновидящие видят детей в утробе, они могут с ними общаться. Только на УЗУ, упаси вас Бог, вообще их носить и общаться через экранный телевизор. Вот такое облачение на пользу мне идёт.